Здравствуйте, друзья! С вами Эсма и Адбур. Сегодня мы отправляемся туда, где можно попробовать не только вкусные местные национальные блюда, но и полюбоваться красивой природой. Это дорога вдоль ущелья реки Мачара. Мы едем в село Черниговка. Это около 25 километров от Ахимчирской трассы к востоку от Суху. Сделаем ненадолго остановку у родника. Эта целебная вода помогает выводить из бочек песок и камни. Многие жители частенько приезжают сюда с бидонами. Теперь мы едем в село Мархеук, родина Лаврентия Берии. Здесь он рос и ходил в школу. По дороге есть указатель. Нам в Черниговку в ресторан Ассир. Ассир в переводе с абхазского означает «шудер». 20 минут от трассы и мы на месте. Ресторан построен по типу традиционной абхазской паски. Заказать здесь можно все блюда абхазской кухни. Сделав заказ, мы отправляемся на прогулку в ущелье. Потому что все самое интересное еще впереди. А вы думали, мы сюда только поесть пришли? На территории ресторана сделаны подвесные дорожки. Все они имеют поручни, поэтому ходить по ним безопасно. Все, кто хоть раз здесь бывал, останавливаются и делают фото. Ну, практически везде. Здесь повсюду прекрасные виды. По дну ущелья течет чистая река Мачара. В ней водится форель, которую можно заказать в ресторане. Здесь туристы бросают монетку, чтобы вернуться сюда еще раз. Здесь всегда прохладно и в любое время года растут вечно зеленые растения, характерные для влажных субтропиков. Завершив наш маленький поход, мы с большим удовольствием возвращаемся за наш столик, где нас уже ждут все эти аппетитные блюда. К сожалению, камера не сможет передать их незабываемый вкус. Но если ехать за 20 километров от Сухума вам не очень хочется, то есть и варианты поближе. Держи путь в противоположную сторону, на запад. В селе Шер между реками Гумиста и Шацфара расположен ресторан в щели. Название говорит само за себя. Добавим лишь, что открылся он еще в далеком 1958 году. И много лет был одним из любимых ресторанов первых лет и их высоких костей. Например, Никита Хрущев нередко бывал здесь во время пребывания в Абхазии. Сейчас ущелье работает только в летние месяцы, и температура здесь летом не превышает 15 градусов. Столики расположены на таких вот площадках и гротах. А в ожидании заказа тоже можно полюбоваться природной красотой этого места. В общем, друзья, вы уже поняли, что самый обычный обед или ужин в Абхазии можно превратить в эстетическое удовольствие. И таких красивых местечек в нашей стране еще много. Добро пожаловать в Абхазию!